Всем привет, друзья! Как вы знаете, я сотрудничаю с лучшими фирмами по трудоустройству страны Европы. Это огромный выбор городов, а также большое обилие вакансий. Работая со мной, ты получаешь 10% скидку на услуги компаний. Все подробности в описании под видео. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Андрей Таран, я представитель проекта Poland Work4U. И если вы серьезно планируете именно изучать польский язык, то я скажу вам, это дело не обойдется без алфавита, без знания букв, как они читаются. Да, это дело не из легких, но если вы ознакомитесь с такими основами хотя бы букв, алфавита, то это даст вам понятие. В общем, увидите, чем польский язык отличается от вашей, и вы сможете уже читать, понимать слова, которые вы будете встречать на своем пути. Поэтому, если вы готовы, то усаживайтесь поудобнее. Поехали! Итак, перед тем, как начать, хотел бы сказать, что польский алфавит состоит из 32 букв, большинство из которых заимствовано из латинского алфавита. Но, в то же время, поляки имеют свои специфические звуки, которые они по-своему отражают в письменной речи. Например, особенностью звуковой системы поляков является наличие таких носовых гласных. А далее мы рассмотрим основные такие буквы на примере этого слайда. Итак, как вы видите, перед вами есть такая красивая таблица, где собраны буквы. Начнем по порядку. Первая буква А, так и читается А. Австралия, Австралия. Ничего сложного. Следующая буква, она может в разных случаях читаться по-разному. Может читаться как ОМ, ОМ, ОУ. Например, ИДОЛ. ИДУТ. ИДОЛ. УЗКИЙ. ВОНСКИ. ВОНСКИ. ЗУП. ЗАУМ. ЗАУМ. Как вы видите, она может в различных случаях читаться по-разному. Но если вы сделаете такую небольшую ошибку, то, думаю, этого никто не заметит. Если вы новичок. Понятно, если вы хотите быть на профессиональном уровне, это уже неприемлемо. Но если на начальном, то, думаю, логически вы догадаетесь, что где применить. Следующая буква Б. Бабушка. Бабца. Бабца. Следующая буква С. ЛИМОН. ЦИТРИНА. ЦИТРИНА. Следующая буква С, но с такой, видите, полосочка сверху. В польском языке называется КРЕСКА. КРЕСКА, она смягчает. Смягчает данную букву. То есть здесь будет слово ПИСАТЬ. 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 Следующая буква Д. ДОЖДЬ. ДЕЩ. Следующая буква Е. ЭМЕРИТУРА. ЭМЕРИТУРА. Следующая буква, как и вторая наша буква, тоже в различных случаях читается как Л, М, Н. Например, МЯСО. МЕНСО. СМАЧНЫ. МЕНСО. ЗУБЫ. ЗЕМБЫ. ЗЕМБЫ. БОЛЬШЕ. ВЕНЦЕЙ. Следующая буква Ф. ПРИЧОСКА. ФРЕЗУРА. Следующая буква Г. ЧАС. ГОДЗИНА. ЕДНОМ ГОДЗИНА. Следующее слово буква Г. ГУЛЯТЬ. 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 Следующая И. Сколько? ИЛЕ. ИЛЕ. Следующая буква Е. Если вместе с А, то Я, то читается как Я. Если вместе с А, читается как Я. ЯК. ЯК. ПРИТИ. ПШИЩЧ. ПШИЩЧ. Видите, если она в сочетании с буквой А, то читается как Я. Если она стоит без буквы А, то читается как Я. ПШИЩЧ. Следующая буква К. КРОТ. КРЕТ. Следующая. Л. Видите, читается Л. Всегда мягкая. ЛЕТО. ЛЯТО. ЛЯТО. Следующая буква Л. Л, но, видите, едва слышно В. То есть, например, ЗЛОТЫЙ. 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 То есть, нечетко слышится В, но она где-то проскакивает. Следующая буква М. ЛЮБОВ. МИЛОЩЧ. МИЛОЩЧ. Видите, первая буква М, а также идет у нас дальше та самая буква Л, которая впоследствии дает Л с звучанием В. МИЛОЩЧ. Следующая буква Н. МЕДВЕДЬ. НЕДЖВЕЧ. НЕДЖВЕЧ. Следующая буква Н. МЯГКАЯ. Видите, тоже с креской Н. КОНЬ. КОНЬ. Следующая буква О. КРУГ. ОКРОНГ. ОКРОНГ. Следующая буква У. Та самая О с креской. Читается как У. ВОБЩЕМ. В ОГУЛЕ. В ОГУЛЕ. Следующая буква П. ПАН. Следующая буква Р. РУКАВИЦА. РЕНКОВИЦА. РЕНКОВИЦА. Следующая буква С. СОЛНЦЕ. СЛОНЦЕ. СЛОНЦЕ. Видите, тоже буква Л. И В тоже здесь проскакивает буква В. СЛОНЦЕ. СЛОНЦЕ. Следующая буква С с креской. Читается как Щ. ИТИ. ИЩЧ. ИЩЧ. Следующая буква Т. ТРАВА. ТРАВА. Следующая буква У. Любимый. УЛЮБЁНЫЙ. УЛЮБЁНЫЙ. Следующая буква В. ВЕСНА. 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 Следующая буква И. УМНЫЙ. ИНТЕЛИГЕНТНЫЙ. ИНТЕЛИГЕНТНЫЙ. Очень много слов заканчивается именно на такую букву И. Вам нужно это запомнить. Так как если вы знаете английский, то будет вас это немного путать. Но именно, чтобы запомнить, что в польском языке эта буква означает букву И. Не Y. Хорошо. Следующая буква З. ЗАБЫТЬ. ЗАПОМНИТЬ. ЗАПОМНИТЬ. Следующая буква, видите, З. С креской сверху. Читается как Ж. ПОДЖВИГНУЩЬ. ПОДЖВИГНУЩЬ. И следующая буква З. Уже с крапкой сверху. Читается как Ж. Уже не мягкая, видите. Получается ЖАБА. ЖАБА. Это основные буквы, которые есть в польском языке. И, как вы понимаете, это не всё. На этом не заканчиваются польские буквы. Также характерной особенностью польского языка является обозначение определенных звуков с помощью устойчивых буквосочетаний. Далее я приведу их с русской транскрипцией и примерами в словах. Итак, первая буква Х. Видите, читается СИ-АЙЧ. СИ-ЭЙЧ, если говорить английскими буквами СИ-ЭЙЧ. В русском читается как Х. Пример. ХАТА. ХАТА. Любить КОХАЧ. КОХАЧ. Следующая буква Ж. В польском Р и З. Это если говорить английскими буквами. Я буду говорить это английскими буквами, чтобы вам было легче понимать. ПОРЯДОК. ПОРЯДОК. РЕКА. 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 Следующая буква ДЗ. ДЗ. ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫЙ. НАДЗВЫЧАЙНЫЙ. НАДЗВЫЧАЙНЫЙ. Следующая буква сочетания ДЖ. Видите, снова с креской. Уже мягкая ДЖ. Звук. ДжВЕНК. ДжВЕНК. Следующая буква сочетания ДЖ. Уже с крапкой сверху. Уже не мягкая. БЮДЖЕТ. 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 Следующая Ш. ШКАФ. ШАФА. Ч. ЧЕЛОВЕК. ЧЛОВЕК. ЧЛОВЕК. И последнее это ЩА. СЧАСТЬЕ. 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 Как вы поняли, это были основные буквосочетания, основные буквы, которые дали вам представление про польский язык. Надеюсь, вы их запомните, выучите и сможете активно употреблять в своей речи в польском языке. И не забывайте, чтобы правильно читать польские слова, вам нужно ставить ударение в словах, когда вы читаете на предпоследний слог. Это такое, основное такое правило, которое я бы мог вам подчеркнуть, что в большинстве случаев в словах идет ударение на предпоследний слог. Поэтому, чтобы на начальном этапе вы правильно читали, вы уже знаете буквы, будете знать, как правильно читать. И это даст вам огромный прогресс на пути к изучению польского языка. И, в принципе, у меня все. Всем, кому было полезно это видео, не будьте жадинами. Обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал.